Пытание оплаты працы, контрактная система, заключение коллективных договоров. На сегодняшнем четвертом пленуме Совета Гомельского областного объединения профсоюзов разглядалося шмат проблемных пытанев. После важных разважений и постановки новых задач перейшли до святочной частки. Узнагородили первоможцев областного конкурса профессийного майстерства «Гомельские майстры-2018». Абсурьозным и приемным сюжет Марины Джалай. Термин выконания чергового погоднения по Межгомельским областным выконавчим комитетам, союзам наймальников и объединения профсоюзов на заходе, на порозе подписания нового. Ли сперша треба проанализовать, яким он повинен быть и над чем робить акцент. Перед профсоюзами стоит шмат задач. Головное – заховать социально-экономичную стабильность в працонных коллективах. Проблем в данном направлении очень много. И по защите прав трудящих, то, что я сказал ранее, здесь и направление охраны труда, и правовая защита наших граждан, трудящихся имею в виду, и культурное массовое направление работы, и спортивное массовое направление работы. Здесь очень много вопросов, которые нужно обсуждать и нужно договариваться в данном соглашении и приходить к каким-то общим направлениям и результатам. Как было означено подчас пленума, профсоюзные комитеты – это не только раздача святошных подарунков, выделение путевок и культурно-массовая работа. Правкам и у первых шаргу повинны оборонять правы работников. Не секрет, что в силу определенной сложно-экономической ситуации, и есть еще факты, когда работники трудятся и на две трети, определенные вопросы с отправлением социальной отпуска. Результаты работы у нас по сравнению с предыдущими годами, количество таких с неполным уменьшается. Но есть предприятия различные, определенные вопросы есть к предприятиям частной формы собственности. Вы знаете, что глава государства, принимая руководителя наших республиканских профсоюзов, поставил задачу по созданию профсоюзных ячеек на любом предприятии, независимо от формы собственности. Пока это дело мы не решили до конца. Так само зараз на первое место по актуальности выходит питание оплаты працы. Номинальная наличная среднемесячная заработная плата работнику организации Гомельской области за первые четыре месяца года крыху перевысила 800 рублей. У крыцевику складала прикладно 835. Причем на протягу огученных месяцев она снижалась. Среди регионов в области самая низкая зараза в Кармянском и Лоевском районах. А крымя того, селета начали фиксоваться одинковые выпадки несвоечасовой выплаты зарплаты. И в некоторых организациях ее выплачивать не двойче на месяц, как треба, а только один раз. В выпадку несвоечасовой выплаты зарплаты люди не поспевают различиться за коммунальные платежи, банковские кредиты, навучение детей. А это выкликает социальную напруженность в прационных коллективах. Литерально все огученные на пленуме пытания найдут место у новым погоднением. Последний протяглого перепынку в Доме профсоюза распочали наступную частку сустречи. Прошло узнагородживание переможцев областного конкурса профессийного майстерства. На сцену занимались лепшие простойники своих профессий из всех кутковых умельщины. Водители, слесары, токары, урочи, наставники, агрономы, выротовальники, державные служащие. Добрые слова за якостную работу и поспехи подшули сегодня свыше 50 работников. Среди них Валентин Устеменко. У своей прационной книжки мая только один запись. 27 годов он працует водителем в гомельском филиале «Белтелекама». Уже 6 годов перемогая в профсоюзном конкурсе. С ДТП у нас к соревнованиям не допускается, естественно. Потом должно в коллективе отзывы хорошие быть. Отбор у нас идет, можно сказать, серьезный, чтобы участвовать в этих конкурсах. Лепшие профессионалы Гомельской области отримали нагрудные знаки, дипломы и грошовые ознагороды. Яшишерых специалистов был достойный генеровыми грамотами и удерженности от Абл-Виканкама и областного совета депутатов. Марина Джале, Василий Осипцов, телередо-компанія Гомель.